Царю небесный, утешителю души истинных, И живездец, и вся исполняяй сокровища благих, И жизнеподателю прилипсилися вны, И очистены от всяких скверных, И спасти Боже, души наши. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Будь милостив к нам грешным. Вячеслав, мы согрешаем часто, Господи, И просим у Тебя прощения ежедневно. Если что у нас на сердце лежит, Господь принимает. Но мы молимся о том, чтобы Господь не оставил нас милости своей, Посетил нас, Господи, в делах наших, которые не понимаем мы, Господи. Для понимания нашего нужно много читать, изучать Слово Божие, И молчать побольше, особенно нам, женщинам, Всем сестрам нашим, которые здесь стоят, И все, кто хотел бы спасти душу свою, Господи, Прости нас и помилуй, посети нас милостью Твоей. Пошли, Господи, всем нашим сестрам и братьям Молиться о тех, кто не понимает, Тех, кто не может принять это слово. Но нам нужно все равно молиться. Я молюсь за своих детей, которые Вначале атаковали, потом терпели, А вот сейчас уже не обращают внимания, И даже дверь не открывает, чтобы что-нибудь замотал. Благодарю Вас за это, Господи. Благодарю Тебя, Господи, за это. И оставь милости. Господи, посети и наших воинов, Которые защищают нашу Родину. Мы здесь в покое находимся, Только узнаем все, что происходит. Помоги, Господи, защити. Спаси души для вечности всех воинов, Чтобы они, Господи, стремились к этому. И мы тоже, Господи, прости и помилуй. Прости нас, Господи, защити. И, Господи, сохрани нашу. Прости, Господи. Да, вы же про воинов-то долбанули, конечно, По полной программе. Но, наверное, не всех, а кто достоин того. Да. Вот так, наверное. Да, Бог будет. Вот, аминь. А то вы сейчас так наговорите, Что и поклониться нельзя будет. Вы уж как-то про воинов там, Это тоже как про патриарха. Давайте думать. Они же там убивают по полной программе. Не думайте, что артиллеристы. Я сам артиллерист. Снаряды на 200-300 метров, поскольку. Итак, Евангелие от Ирана, 9 глава, 6-7 стихи. Продолжение. Ну ладно, кто есть, то есть. Сказав это, он плюнул на землю, Сделал брение из плюновения, И помазал брением глаза слепому. И сказал ему, Пойди умойся в купальне села, Что значит посланный. Он пошел и умылся, И пришел в зрячем. Толкование. Одни слова, Что создал Адама Я, Я в большой буквы, Могли показаться соблазнительными Для слушателей. Но, когда слова подтверждаются делом, Не оставалось уже повода к соблазну. Устрояет глаза избрения, Употребляя тот же способ творчества, Каким сотворил и Адама. Не только устроил глаза и открыл их, Но одарил зрением. А это показало, что он вдохнул и душу в Адама. Виктор Андреевич, К вам вопрос. Вот этот слепорожденный был слеп от рождения. Примеры какие-то вы можете привести? У него глаза были, Тут говорится, что глаза даже были созданы. Но может быть это в плане, Что он не видел и добавлено было что-то. Или вообще глазных яблок не было у человека. Не говорится о том, что он создал ему глаза, Открыл зрение. Значит глаза были, Но они не видели. Они не функционировали. А эти глаза, Они открыты или закрыты? Как определили, почему? Или от бельма какие-то были? Ну, что все видели? Я говорю, что веки были, Глазное яблоко было. И даже веки работали. Но зрение, Несмотря на то, Что свет посещал глазные яблоки, Лучи солнечного света Не проходили через... Или, может быть, они проходили, Но не достигали, Или даже достигали сетчатки глаза, Но не функционировало. То есть, может быть, где-то, На каком-то этапе, Там вот проникновение лучей света До сетчатки и далее, Там же еще что-то должно трансформироваться, Пройти через нерв зрительный, Потом зайти в затылочную долю головного мозга, И там еще должно произойти все это. То есть, это большой, Очень сложный процесс зрения. На каком этапе? Только одного Бога известно. Как было людям понятно, Что он слепой? Вот он 40 лет слепой. То есть, По поведению аналогии. То есть, его приводили, Скорее всего, Потому что это же узкие улочки, Город, много людей. Наверное, родители его доводили, А не оказались где-то. К всякому понятно, Что человек незрячий, Он натыкается на любой предмет, Он не ориентируется в пространстве. Поэтому и видели, Что он незрячий. А где там? На каком этапе? Что было? Я к чему? Это к тому, Что Виктор Андреевич, Как врач, С дипломом и так далее, То есть, Чтобы пояснил нам, Что действительно он был, Как обычно сейчас говорят, Христа, Ну, не распяли, Вот так чуть-чуть приняли, А потом сняли, Вылечили его, И там он где-то в Индии, В Индии, Где-то там, В Китае возрастал дальше там. И это Будда оттуда появился там, И так далее. То есть, Рассказывают, Такие небылицы, И так далее. Поэтому, Этот человек был действительно, Действительно, От рождения слеп. И почему, Господь и именно, Вот с ним все это случилось. Почему Господь подошел именно к нему? Сердце узрел, Господь. Я думаю, Что из-за учеников это все случилось. Господь слышал вот эти разговоры. К тому, Чтобы они задали вопрос, Да. Кто был, Кто виноват, Родители, Или кто согрешил. А до этого они задавали вопрос, Читали пятая глава Евангелия от Иоанна. Помните, да? В пятой главе. Когда этот исцеленный, И он говорит ему, Иди и впредь не греши. У овечей купельника, Которой 38 лет был расслабленный. А расслабленный, кстати, Это что? Считаете? Это паралич. Полный паралич. Или парэс, так называемый. Но, скорее всего, Это был паралич, Потому что он не смог вообще Без помощи посторонних двигаться. Но ему было больше 38 лет. То есть он не с рождения был. Понятно. Мы понимаем так, Что парализованный он был не с рождения. И поэтому... Просто не указано, Что нет не с рождения. А может быть и с рождения. Это тоже неизвестно. Дело все в том, Если с рождения, То тут Господь нам говорит, В толковании говорится, Что как мог согрешить ребенок? То есть нет, Это не ребенок согрешил. То есть он согрешил, Говорит, или родители его? И Господь сказал, Нет, он не мог согрешить, Он же был ребенком. Нет. А родители его, А он не отвечает за родителей, Родителей грешников. Вопрос, в каком возрасте Этот расслабленный стал расслабленным, Я полагаю, Нам нужно просто Для себя ответ такой дать. Чего нет в Библии, О том не рассуждаем. Мы не знаем. С рождения он, Или после того, Как он согрешил уже... Нет, потому что с рождения Это однозначно нет, Потому что О слепорожденном написано, Что ребенок согрешить не мог. Если написано здесь, Да, конкретно. А там не написано. А там с какого возраста? Ну, непонятно, да. Там уже возраст не понятен. Но с какого-то возраста Вдруг он стал... Нам важно, что он расслабленный. Да, и Господь расслабил его. И длительный расслабленный. То есть он дал ему болезнь, И поэтому Господь, Когда он уходит, Говорит ему, Иди, впредь не греши. То есть понятно, Что погреши. И тут ученики Сами испугались. Вот. Вот сейчас ты произнес фразу, Которая проясняет нам, Что он не с рождения был. Потому что Нужно было согрешить. Если он сказал ему, Впредь не греши, Значит он согрешил И стал бы расслабленным. Да. И поэтому Они, у них этот вопрос Их мучил. И вдруг Подходят к слепорожденному, А он слепорожденный. И у них вопрос возникает. Говорит о том, Что ученики Начали задумываться О духовном. Это настоящие Духовные вопросы. Прям. И такие, На которых нету ответа. Вот. Практически нету. Кто отвечал-то? Да никто. И мы видим, А почему не было ответа? Да как фарисеи, Ну книжники все Власть имеющие, Придержащие. Как они Отнеслись к нему? Задали несколько вопросов, А потом А ты кто такой там? Ну как можно говорить С человеком, Который Ну убогий От рождения Он не видит, Он многого не понимает, Не знает. Его нужно На руках носить Вот как сестры наши Ну это сестра наша Любовь Петровна Вот и тяжело И думаем, Как так Сделать, Чтобы Облегчить Тяжесть Вот и лет уже А здесь Человек, Который не видит Его за руку водят Вот надо Подойти К сострадателю К нему Так, ну еще Что здесь Устрояет глаза Избрения То есть Вот эта грязь, Которую Господь Ну создал Ну грязь Ну что еще Плюмовение Эта грязь Оказалась Чудесным Бальзамом Лекарством Таким Которые вот Все хотят создать Сейчас Лекарь и так далее Чтобы Таблетка номер пять От всего И от головной боли И от геморроя Заодно Да То есть А нету такого создания Нету И Люди Наоборот От грязи Обезопасиваются Вот у меня собаки Как забегают Господи Кошмар И вот эта грязь Там надо постоянно мыть Там Тереть эти шампуни И так далее Господь сам делает грязь Это его грязь То есть Это не грязь никакая Вот и все В руках Христа Это бремя Да И поэтому Когда Мы Наши братья Сестры Начинают болеть И мы начинаем молиться О руках О чувствах О глазах О состоянии врачей Чтобы Господь дал им Вот этой своей силы Вот Ну Господь брением Это сделал А Врачи Пускай сделают Своим Талантом Своим Там Учением И так далее Там Опытом Но С силой Божией Потому что Об этом у Сераха написано 30 30 Глава Что написано И у врачей Бывает И успех Иногда Иногда Если они Написано Молятся Но о них Молиться Тоже надо И кстати У многих Я видел Да как Везде На каждом этаже Где я был Везде Иконы висят На постах Заходишь В эти Операционные А вот которые Процедурные Где К сожалению Это Большая Счастье Амулеты Жаль Жаль Но все таки Когда ты верующий Пришел Икона Ты молишься И хочу сказать Вот я был Сколько И с помощью Виктора Андреевича Там У него в больнице Был И в других больницах И Там Где Я молился И мне никогда Не было хуже Вот Не было никогда Хуже Не могу сказать Что я Из больницы Выходил И я был Еще хуже А есть такое Я это видел Сам Что человек Практически здоровый Заходит в больницу Оттуда вывозят Овощ И он умирает У меня бабушка Такая Это вообще Невероятно Петеримов Анатолий Кузьмин Анатолий Кузьмин Что Хуже стало В больнице Его забрали В больнице Дома Ноголюбий Ну иди Это Это надо Обращаться Самому Надо Ну вот как здесь Мы читали Галатам То есть В наше семя Наше семя Господь оплодотворяет Силой своей А наше семя Какое Подвижка Первая подвижка Наша К добру Мы должны Первый шаг сделать Вот так Но об этом Господь всегда и говорит И тогда Откроется нам Господь Иисус Христос Почему Это мы открыли Настречу Ему Ему добру Его брению Его чудесам Мы открыли Путь Шагнув к Нему А это в чем Заключается В покаянии Ты начинаешь каяться Что ты вот это Неправильно делаешь И главное Ты не знаешь как Вот этот шаг Самый Господу Очень сложный Вот кажется И просто А на самом деле И сложно И своей головы Своей веры Никому не передашь Нет Можно только Опытно Рассказать Показать Но мы знаем Как люди реагируют Часто Ну и смеются Что Еще хотела сказать Что Вот Ребенок Если у них был Снепорожденный Они веру-то не потеряли И все это время Они не согрешили То есть они Бога Не роптали На Него Не погулили То есть они не согрешили Как он говорит Ни он Ни родители Его Не согрешили Ни до Ни после То есть это тоже Как бы Говорит О тех людях Которые родили Да и Через это Еще открывается Что видите Не только Устроил глаза И открыл их Но одарил зрением Одарил зрением А это показало Что он вдохнул И душу в Адама А у других то людей Было зрение И они Христа не дошли Он показал Через это Что у человека Которого не было глаз Он одаряет зрением И не просто А духовным зрением Еще вдобавок Ко всему И мы дальше будем читать Как он проявляет Как говорится Имеющий уши Слышит Да слышит Хорошо Уши есть Но не слышит Я часто говорю Лучки Ты уши потеряла что ли Нет Вот они Как вот они Ты не слышишь меня Я тебе говорю уже Какой раз А ты меня не слышишь Имеющий уши Имеющий уши Слышит Да слышит Так же и глаза Имеющий глаза Они видят Так же как у микроскопа Разные люди Приходят Смотрят Смотрят А диагноз один ставит А другой не ставит Интересно И разные диагнозы И в разных лабораториях Могут быть разные мнения Потому что по празднулу Он принимается У вас там война Кажется Я вспоминаю Слова Георгия Яковлевича Автодилова Профессор Академик В Москве Когда он учился Он говорил такие слова Говорит О том что Мы Наша профессия Как у актера Зависит от нашего настроения Даже от нашего настроения Зависит Как мы воспринимаем Ту картинку Которую под микроскопом Очень много факторов Складывается Для того чтобы Я поставил диагноз От моего Внутреннего состояния От настроения От моих знаний Которые я приобрел От того как Работает память Я вспомнил Те картинки Которые прежде были От того что Я прочитал По этому Человеку Какую Представил себе Что может быть у него И потом уже Все отсеивается Отсеивается И потом Получается Еще куча артефактов Потому что Лаборанты Когда готовят препарат Там куча Артефактов У нее там Лесница упала На препарат Уже Мешает Как брено лежит Или там Мусор какой-то Еще что-то Все это мешает Мешает Усприятие Картинки Или там Проводка была Другая Там скукоженное Все Ядро Клетка Не поймять Какое соотношение Ядра Цитоплазма Клетки Очень много чего Так что Всегда помните Меня Отражалось Да Я Думаю Как Вы дошли До такой жизни Это же Надо было Сами Вы не знали Об этом Если бы знали Наверное Не пошли бы на это Нет Попроще Хорошо Что Господь Вас выбрал Напротив Я готовил Себя Все Хирургии Неважно Теврологии Гинекологии Общих Хирургии Но Хирургии Хирургами Мы состоявшись А перед вами Хирург Что Другое Делаете Но Пришлось Так Когда Мне вырезали Хирург Стоял И Сколько Минут Сорок Нарождал Вашего Результата А теперь Полежите Сейчас Дождемся От Виктора Андреевича Говорит И мы долго ждали Он стоял Смотрел на меня Там что-то Подчищал Потом Ну ладно Говорит Все И зашили Потом Вот так Оказалось Это опухоль У меня Не злокачественная Злокачественная Такая была Шайма Конечно Все Все Вообще Странно Как люди До этого Я никогда Не хотел Чтобы быть Честно Наша Специальность Врача Патолого Она Пока Еще Пытается Объять Необъятное То есть В принципе По большому счету Патолого На этом Должен Уметь Разговаривать На языке Врача С любой Специальности То есть Определенный Я не говорю Что глубокий Я же не могу Говорить о том Как там Оперирует Эндоскопический Хирург Гинеколог Потому что Это нужно делать Руками И видеть Самому Но Общее Представление О патологии Которой Занимается Хирург Гинеколог Эндокринолог Меня должен Иметь Хотя бы На каком-то Уровне Говорить Достаточно Внятно Мне делали Операцию Через проколы В желудке Внутри Желудка Находили Там Аппендикс Как он Хирург Да Сосочек Да Да Вот этот Сосочек И Я смотрел Этот большой Телевизор Как до него Долезли И И вот так Вот Когда его Начали резать Там такой Скальпель Маленький Он там Большой Такой На экране И когда Начали резать Внутри Меня Как в жил У меня Так больно Стало Вот Прям Невероятно Вот Когда Есть Такие Рези В животе Страшные Тело Так Корче А у У меня Тут Труба Вот Это Вот Здесь Сильно Не Покорчишься И я Так Думаю Ты Че Смотришь Ты Молись Давай Ты Дурок Я Как начал Ты понял Куда Смотреть Я Перестал Смотреть Думаю Не надо Смотреть Лучше Пускай Это Все Потому Что Это Невероятно Просто Что Там Режут И мне Становится Больно Это Я Никогда Никогда Я Я должен Был До этого Молиться Чтобы Руки Правильно А то Они Мне Два Часа С Половиной Не могли Никак Его Чтобы Оттуда Желти Шла Не Знали Как Вдвоем Мужчины У них Пот Вот Так Уже Идет Сначала Женщина А он И помогал Хирург Я даже Не знаю Кто Ну Рядом Стоял Все Уходил Опять Приходила Она И Я Не могу И тогда Он Встал Уже И Тоже Вижу Потеет А мне Нет Дураку Чтобы Молиться Я Наблюдаю Думаю Чего Им Так Тяжело Я Все Вижу Мониторим Да Вот А как Только Молиться Начал Отлично Все Прям Такие Прям Заулыбались Такие Зарадовались Ну Все Передал Ей И Ушел Забыл Сказать Что Все В Желче Были А Да Они Все Были В Желче Потому Что Ну Да Вот Это Когда Туда Сюда Делаешь Оно Выплескивается Они Меняли То Ножнички То Скальпелек Один То Другой То Какой Такой Как Расширитель Там Всякие Все На них Они Вартуках Таких Да Стоят Как Мясники Да Представь Ну Я не знаю Кому еще Делали Никогда Не слышал Что Кто Вот Так Вот Получилось У меня Такая Это Я Попастился Неделю Без батюшки Облагословения Трожить Сегодня Молился Как Надо Дурачок И Желудок Решил Да Ты Так Справишься Без Меня Без Бога Никто А Адама Сотворил Вдохнул Душу В Адама Сотворил Это ладно Но еще Вдохнул Он Ходить Начал Это мы С вами Вот эти Куклы Должны быть Божьи А Получаемся Согрешаем Все Господа Поэтому Если Призывать Имя Господня Как вы Молились Правильно Говорили Что надо И читать Слово Божие Обникать Там дальше Только про Воинов Вы Аккуратнее Надо Тогда Чтоб Всех Господь Спас Господь Для этого И пришел Чтоб Всех Спаси Чтоб Все В разум Истину Пришли Вот так Не только Войны Че у вас Войны Они Отлично себя Чувствуют Посмотрите Как они Смеются Кушают Все Вот такие Крепкие Ребята Они Нравятся Себе А вы Начинаете Я их Не смотрю Отговаривайте Я только Как сказать Благодарю Благодарю За то Что Они Нас Охраняют Да Вы Благодарите Бога Что Есть За кого Молиться Вот и все Евангелие От Иоанна 9 глав 8-11 Стихи Тут Соседи И видевшие Прежде Что он Был Слеп Говорили Не тот Ли Это Который Сидел И просил Милостыни Иные Говорили Это он А иные Похож На него Он Говорил Силуан Отсюда До Говорили Тот Тот Который Спасает Иисуса Было Много Не Он Один Не Он Один Но Когда Помазал Брением И люди Видели Силуан Силуан До До Этого А здесь Канализацию Ремонтировали И Наткнулись На эту Купальню И когда Ее Сейчас Отреставрировали 68 метров Почти Квадратная С четырех Сторон Ступени Легкодоступная А вода К ней Приходила Из Источника Дихон В седьмом Веке При Из Эки Царе Был Пробит Туннель В скале 700 метровый 700 метровый Туннель Пробит В этот Ну и он Выходил В этот Источник Специально А При Римлянах Уже Сделали Виадуки Которые Вели Туда Тоже Два Виадука Они Как-то Под углом Были Выходили То есть Вот этот Источник Он Проходил Между Силуамом И Это Моря Двумя Вот этими Холмами Иерусалимскими Это Родник Был Видать Родник Хороший Потому что Часть Отводили Вот Для Разных Источников Вот И в частности Вот В седьмом Веке Был Отведен По приказу Изэки Вот Туннель Именно И по нему Можно было Ходить Прямо Конечно Пробитый Вот так Ну это Вот Такие Вот Выкладки Купальни Силам Силам Посланы И мы Теперь Видим Что Пророчество Сбылось Какое Пророчество 700 лет Господь Послал Его Туда Что Значит Посланы И Его Туда Приводят Я так Думаю Что Ученики Потому что Они же Больше Всего Желали Этого Знать И Когда Он Промыл Глаза А это Было Для Омовения И По Историческим Данным Но Это Уже Книгам Еврейским Дело Все В том Что Жертвенник Который Медный В Храме Иерусалимском Он Каждогодно Обмывался В день Кущей Праздника Я Не знаю То ли Там Жертвенники Которые Делали Они Для Того Чтобы Приносить Жертву Господу Камни Омывались Я Не знаю Просто Но Из Из Купальни Сила Священники Шли Как говорится Крестным Ходом От Храма Там Подчерпывали Воды И Несли Обратно К жертвеннику И Медный Жертвенник Омывали Именно Из Этого Источника То есть Здесь Еще Больше Можно Каких Созвучий Найти То есть Как Господь Сделал Что Смыло Именно Вот Это То Как бы Смывает Что То есть Я никогда Не знаю Я просто Не могу Сказать Я только Это Прочитал И Сам Удивился Надо же У евреев Как у них Все было Созвучно Около Духовное И В то же Время Рассказывающие О Боге О Его Величии У нас Это так Редко Все Ну почему Непонятно Вифлеем Тоже Дом хлеба И чтобы Это все Относилось К Слову Божьему Еще Вот в чем Дело Откуда На празднике Кущей Омовения Вот этого Жертвенника Я не читал Нигде Вот только Здесь Прочитал Такой Кто Больше Узнает Ну там Получается Они жертвенник Разбор только Да Разве Именно На праздник Кущей А другой Жертвенник Так Началось Ты узнаешь Больше И расскажешь Ну и мы видим Как открывается Перед ним Вот Вот Мне интересно Глядьте Они говорят Иисус Он Мажет Брением Вот эти Глаза Но он Понимает Что тут Он Не стирает Не возмущается Ничего Я почему говорю Открытые глаза Были Или закрывались Непонятно И Ну пускай даже Не он сам идет Его ведут Привели Далеко видать Идти Вот что дело еще Добавка Сима Привели Опустили его туда Ему надо было Омыться А уже идут Видать Все говорят О том Что он Как далеко Ну как далеко Там сам Весь Весь Иерусалим Было Около Трех километров Стена Стены Как то А узкие улочки У них же нету Прямых там улиц Поэтому Сколько там Крутился Где он был Около каких ворот В этот момент Но ясно Что он был Может быть В нижнем городе Или в верхнем То есть Вниз его вели Или вверх К этому источнику Потому что Он Так немножко Как посредине Получается Сверху источника И там перепад Значит Составил 10 метров Написано Перепад От того места Где туннель Начался И где закончился Да Десятиметровый Перепад На 700 метров Ну почти Прямой Написано Тем более Одному Боего Не пройти Только Уклон воды Да Чтобы уклон воды Был Чтобы вода Он должен был Быть ведом Ну то есть Тогда Такие были Технологии Что делали Ну это Римляне Тоже Но я думаю Тогда не было Какие римляне То есть Седьмой век Там 650 Год Или 680 До Рождества Христова Это Сами Евреи Могли сделать Самое чудо Что он Уже Не почел За издевательство Что ему Глаза Там Мазью Намазали Ведь Мог же Он Воспринять Вот так Тем более Он Даже Не Слышал О нем Ну То есть Не Понимал Кто Это Вообще Удивительно Да Намазали Откуда Знаешь Чем тебя Намазали Он Конкретно Говорит Сам Брением Намазал То есть Когда он Начал Смывать Он Почувствовал Ну Когда Смывал Ну Да Ну Когда Смыл То Оказался Что Он Вот Представьте Себе Его Состояние Когда Он Вообще Не Видел Ничего Света Божия Ни Красок Ни Красоты Божией Которые Сотворено Богом Все Это Вокруг И Родители Своих Первый Раз Увидел Что Называется Это Не Передать Словами И Интересно Что Те Люди Которые Потом Допрашивали Они Его Не Понимали А Он Говорит Ну Как Он Же Отверстие Главное Ну И Че Ну Они Все Ремя Видят Это Слепые Вот То Что Вы Говорите Про Внучку Ты Уши Открой Там Или Глаза И Мы Такие Постоянно На Занятия Чтобы Такие Прекрасные Словеса Прочитать Хотя Бы Просто Толкование Уши Не Говорю Что Кто Там Что Но Я Сегодня Постарался Для Тебя Выложился Да Ну Господь Просто Открыл Что Надо Посмотреть Я Чего До Думал Что Знаю А Тут Оказывается В 2004 Году Раскопали Саму Купальню Это 2004 2004 Только И Ну Там Под Слоями Не Знаю Сколько Метров Наверное 10 12 Уже Ну То Есть Там Нагромождение Были Всякие Здания Там Еще И Так Дали А Что Говорят В Чем Дело Получилось Получилось Так Что Когда Храм Разрушили В 70 Году То Там Начали Все Перекапывать Римляне Чтобы Камня На Камня Не Осталось И Все Это Позасыпали Ровным А тут Засыпали Полностью И Источник Перекрыли Этот Источник Все Перекрыти Ну Родник Там Сам Себе Потому Что Большие Массы Земли Камней Были Набросаны А Теперь Когда Очистили Уже Увидели Его Где Он Находится Что Знают Что Здесь Были Именно Эти Ворота Силамские И Все Совпало Что Купель Именно Для Этого Люди Приходили Из Различных Сторон И На праздник А где Омовение Миква Называется Миква Это Омовение По Еврейски Миква И Вот Как Раз Это Был Источник Именно Для Такого Омовения Если Овечье Купель Овечье Говорила О том Что Там Овец Были Для Жертвенника То Здесь Это Было Миква Омовение Для Людей И Поэтому Такой Был Очень Приятный Такой Заход Туда Там Ступеньки Были Там Показывают Фильмы Сейчас Овечье Купель Она Открыта Молос Да Она Как Бы Из Двух Таких Состоит Нет Раскопали Раскопали Да Она Не Была Так Засыпана Как Был Немножко Стояла В стороне От Зданий Мы Как То У Нас Были Занятия Не Знаем Месяца Три Назад Нет Не Три Поменьше Занятия Были И Вот Там Фотографии Смотрели Рассматривали Как Там Сейчас же Аэрофотосъемка Да Из космоса Со спутников Может Это Как-то Повлияло Не видно Завалено Слишком Да Это Когда Допустим Май Открывали Они Пролетели И Потом Пирамиды Типа Открывали Там Это Да Помогло Это Аэрофотосъемка Космическая Не Так Давно Тоже А Здесь Нет Только Канализацию Чисто Копают Канализацию Колодец Там Роют Или Что-то Такое Какие-то Хозяйственные Работы ЖКХ И Находят Очень Много Так Так Ну Что Еще Ну Давайте Еще Один Прочтем Евангелие Тано 9 глава 12-16 Стихи Тогда Сказали Ему Где Он Он Отвечал Не Знаю Повелись Его Бывшего Слепца К Фарисеям А Была Субота Когда Иисус Сделал Брение Отвес Ему Очи Спросили Его Так же И фарисеи Как Он Прозрел Он Сказал Брение Положил На Мои Глаза И Я Умылся И Вижу Тогда Некоторые Из Фарисеев Говорили Не От Бога Этот Человек Потому Что Не Хранит Суботы Другие Говорили Как Может Человек Грешный Творить Такие Чудеса И Была Между Ними Распря Толкование Блаженого Филакта Евангелист Замечает Что Была Суббота Что Показать Злобу Их Как Они Ловят Всякий Случай Против Христа Обвиняют Его В нарушении Субботы И Тем Покушаются Затемнить Чудо Ну Чего Господь Не Делал В пятницу Понятно Что Он Это Делал Почему Посему Не Спрашивают Его Как Ты Прозрел Но Как Он Отвес Во всем Клевещано Господа Как Действовавшего В субботу Интересно Действующего С большой Буквы Действовавшего В субботу То есть Это Имя Как бы Господа Рабочий Такой С большой Буквы Действовавший Действующий Или Исполнитель Что то Такое Странно Заставляет Самого Слепого Припомнить Что Господь Сделал Брение Именно В субботу Ему Говорят Ты в субботу Сделал Ты понимаешь Сатана Должен С рогами Перед тобой Стоять С копытами Достойно Замечания Смелость Слепца Что он Безбоязненно Ведет Речь С фарисеями Они Не поняли Его Сытый Голодный Не разумеют Его Привели С тем Чтобы он Пораженный Страхом Отверг Действительность Исцеления Ну то есть Между Их очень много Было Куда привели Там А он Очень ясно Возглашает Я вижу Из фарисеев Некоторые Не все А более дерзкие Говорили Не от Бога Этот человек Человек С большой буквы Христос А другие говорили Как может Человек Грешный Творить Такие чудеса Видишь ли Под влиянием Чудес Многие Смягчаются Не всегда Чудеса Написано Что Требуют чудес А елены Мудрости Требуют чудес Ну то есть Это не совсем Порочно Требуют чудес Иногда Сердце Смягчается Увидев То есть Человек Человек Прозревает И написано И многие Священников Уверовали Написано То есть Не всех Не всех ругали Вот эти люди Фарисеи Начальники Однако же Вследствие Вследствие Чудо Престыжаются Соглядатаи Которых Подослали А в 43 стихе Уже Народ Говорит Вы о чем говорите Там вы сами все видели Чудеса А теперь Начинается И между Начальниками И вот Многие Фарисеи Отделившись От прочих Защищают Чудо Хорошо Иногда Бывает Разделение Как и Господь Говорит Я пришел Принести На землю Меч Не мирно Написано Меч Матфея 10 глава 34 стих То есть Без сомнения Разногласия Из-за добра И благочестия Ну сразу Вспомним апостола Павла Как он сказал Братья Зачаяние Воскресения Мертвых Судим я здесь И сразу Говорит Они начали Друг друга Против друга Почему Потому что Фарисеи Да Саддукеи Лучше Потому что Саддукеи Не признают Воскресение Ангелов И души А фарисеи Все это признают То есть По Писанию Но неправильно Понимают Вот Но так как Начальцы То есть Должности Выше Именно были У Саддукеев Потому что Они как Секта Такая Богачей Друг дружку Ну Поднимали Возвышали Среди них Кажется Священники Были все Практически Саддукеи А Патриарх Ни слова Поэтому 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 Фарисеи Как бы Ну они Для нас Предпочтительные Кстати Ахостол Павел Сам был фарисей И поэтому Когда он обратился Я думаю Он не специально Обратился А для Благочестия Чтобы благовестие Все таки Коснулось их И так Потом С некоторыми людьми Этими фарисеями Можно было Разговаривать о Христе Все таки Христос Воскрес И воскресение Ну да Никто не видел Как Христос воскрес И нельзя было Видеть этого Потому что Это чисто Божественная Уже Сущность Домостроительства Тайна домостроительства Господь не все Показывает Это не надо было нам Как он воскрес И кстати Фильмы Когда показывают Вот разные воскресения Его показывают Уже воскрешен А как он воскрес Как это Когда было То есть Ну ночью Понятно Видел кто-то Или нет Никто не мог видеть Яркий свет Ослепительный Когда ты ничего не видишь Как это было Когда апостол Павел Девятая глава Деяния святых апостолов Ослеп Кстати Мы говорим О слепороженном Сегодня А тут наоборот Будучи очень зрячим Письма У него Из Иерусалима От первосвященников В Дамаск Правителю Чтобы Дал разрешение Собрать всех христиан Там Они туда убежали И их Влачить в Иерусалим Там Допросы Учиняли То есть Всех Каждого Должны были Выловить Чтобы Эту секту Конечно Не послушались Гамалиила Который сказал Вы оставьте их В конечном итоге Не послушались Хотя Тогда Они как бы Остряли А потом Нет Потом все равно Искали Но мы видим Что это постоянно Было Когда была Инквизиция То Ну прям Целые Такие Ну как Общества Общества Были Истреблены Такие Как Эти Катары Допустим Вот Вальдинцы Частью остались Почему Потому что Сам Вальдинс Этот Благочестивый Купец У него все таки Средства были Он пред папой Предстал Через два года После того Как Они Занялись Своим учением А какое учение Они на дому Исследовали Писание Все Больше ничего не было Ходили в храмы Католические Это был 13 век Конец 13 века Это в Лионе Там началось И Потом собирались И община У них такая Образовалась Они любители Священного Писания А потом Опять приходили В католический храм Молились И собирались По домам Вот так вот И он Через два года Уже гонений На них Начали гнать Он к папе Римскому Припал К туфле Как все надо И тот Его благословил И Их так Немножко Трипали Ну Не сильно И Вся Франция Была Вандельцы До сих пор Они есть А катарах Нету Сейчас О них Такие там Слухи ходят О катарах Знаете Чего Имя Катар По По испански Там Каталон Каталония Там недалеко И так далее И там Не Франция На границе Было Все Это Кошка Переводится Написано Что У них Было Очень Много Живности А там Крысы И так Далее И у них Котов Было Много А я Думаю На самом Деле Что Они Были Истинные Христиане Не Гоняли Животных Как В средние Века Потому Что Кошка Это Было Нечистое Животное А у Них Они Были Эти Кошки Их Считали Колдунами И И когда Там Они Уже Долго Община Это Существовало Их Было Больше 100 Тысяч Этих Людей Они В горах Там Жили А потом Добрались До Них И Полностью Истребили И Теперь Одни Небылицы Только О них Как О Жидовствующих В России Это Был 15 Век 1400 То же Самое Мы Сейчас Знаем Они Жидовствующие А Что Они Делали Они Ветхий Завет Читали Ветхий Завет Читали То Есть Кто Кто Перевел Видать На Славян Ну На Русский Язык Тот Древний С Церковно Славянского Всю Библию И они Читали Ее Эти Люди Вот И Все А Их Назвали Жидовствующими Много Знают О Ветхом Завете У Нас Сейчас Сестру Ефросинию Она Читает Кабалу Да Ну Так Вот Эти Слухи Доходят Это Толкование На Ветхий Завет То Древнее Еврейское На Ветхий А у них Другого Не было Завета Были Были Только Книги Пророков И Псалмы Все Ну Пяти Книжи А у Нас Как Кабала Все Вот Такие Глаза Все Там же Колдовство Вот Так Да Все Все Я Считаю Спасибо Христос Спасибо Христос Достойно Есть Я Крова Истину Блажей Тетя Богородицу Хрисно Блаженую И Пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувин И Славнейшую Без Сомнения Серафин Без Искрения Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величая Лена Благодарим Тебя Господи За сегодняшние занятия Что Ты посещаешь нас Духом Твоим Святым Соединяешь Нас Вместе Даешь нам Любовь И взаимопонимание Распусти нас Господи С миром Помоги нам Нести слова Истины Которые мы Услышали Другим Людям Милости Будем Грешным Сохрани Если возможно Еще это Мирное Время Надо будет На все Святая воля Твой Отец Сын Святой Дух Аминь Спасибо Христос Что-то не приехал Дима, да?